Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. Сегодня с вами я, Пашкевич Анна. И в этом видео мы поговорим о защите капусты. Какие насекомые вредители ее подстерегают и как с ними бороться во второй половине лета. Существует большое количество различных капустных вредителей, которые будут определяться теми географическими условиями, в которых мы выращиваем капусту. Для различных регионов они будут свои. Но в целом это мухи, бабочки и слизни. Если говорить о тех потерях урожая, о тех уронах, которые, к сожалению, приносят нам вредители, то это может быть от 30% урожая и выше. Как правило, насекомые поражают листовые поверхности, либо завязывающиеся головки, или уже завязавшиеся кочаны на всех стадиях развития капусты. Способов борьбы с мухами, бабочками и слизнями есть несколько. Это механические способы, это биологические и, конечно же, химические. Если у вас есть терпение, есть достаточное количество времени, то можно попробовать походить, пособирать насекомых, которые находятся в относительно неподвижном состоянии на ваших растениях, вручную. Это различные гусеницы и яйца, из которых гусеницы затем появляются. Сложнее будет вести механическую работу с бабочками, с теми насекомыми, которые у нас перемещаются по воздуху. Однозначно с сачком стоять и отлавливать их достаточно проблематично. Поэтому можно применять различного рода биологические средства борьбы. В частности, и бабочки, и мухи, они не любят острых запахов, они не любят ярких запахов, они дезориентируют этих насекомых. Поэтому можно находить любые ароматно пахнущие растения. Если вы не высадили в ваших капустных грядках такие, то можно срывать соцветия этих растений и в качестве мульчирующего материала раскладывать между капустами. Также из биологических средств защиты можно использовать фитоверм, бетоксибациллин. Но надо понимать, что обработка этими препаратами должна вестись на протяжении всего сезона выращивания капусты. Желательно делать обработку раз в 7-10 дней и обязательно с использованием прилипателя. Потому что для капусты характерен восковой налет на листьях, чтобы препараты лучше прилипали. Также можно капусту отвоевывать у вредителей различными укрывными материалами. Это могут быть тонко-ячеистые сетки, москитные сетки, тонкие спонбонды, например, плотности 17. Если мы говорим про капусту, которая завязывается, если уже завязавшаяся капуста, то можно на кочаны надевать медицинские шапочки, которые также имеют такую тонкую ячеистую структуру. Влага и воздух будут спокойно через них проходить и они не будут кочаны, не будут страдать от этих укрывных материалов. Что касается почвенных вредителей, в частности слизней и улиток, которые активно лакомятся и листьями капусты, и кочанами. В этом случае необходимо понимать, что когда в почве нет еды для этих вредителей, то они начинают атаковать наши овощные грядки. Поэтому либо мы создаем для них хорошее питательное условие путем постоянного мульчирования, либо мы на протяжении всего периода вегетации прибегаем к различного рода ухищрениям. В частности действующий метод это зола в перемешку с яичной скорлупой, которую мы рассыпаем как минимум по радиусу роста нашей капусты, по капустным грядкам. И не забываем этот состав постепенно подсыпать, особенно после того, как пройдут такие хорошие обильные дожди. Слизни когда соприкасаются с яичной скорлупой, она прилипает, она их колет, они начинают линять, сбрасывают свою шкурку и таким образом их популяция уменьшается и вплоть до того, что полностью исчезает. Если вам не помогают ни механические, ни биологические средства защиты, то конечно можно пойти в сторону использования химических препаратов. Их на рынке также достаточное количество, но необходимо обращать внимание на период поведения их из овощей и смотреть в какой степени роста и развития находятся ваши кочаны. Если мы говорим про период поведения 3 недели, то однозначно на капусте, которая еще только начинает завязывать кочаны, мы можем использовать эти препараты. Если мы говорим уже о капусте с хорошо завязанными плотными кочанами, то наверное о таких препаратах речи уже идти не может. Ориентируйтесь на свои капустные растения. Если у вас нет возможности ходить и собирать ароматное растение или вы не высадили, например, бархатцы или календулу по капустным грядкам на стадии рассады, то можете это сделать сейчас, пока еще капуста завязывает кочаны. Пересадить растения из грунта в горшки и расставить между растениями капусты. Таким образом, опять же повторюсь, вы будете дезориентировать насекомых, в частности капустных совок, белянок, которые будут лететь и откладывать, и хотеть отложить яйца на ваше будущее урожае. Надеюсь, эти небольшие секретики помогут вам избежать вредителей на капусте. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставайтесь на канале и всего вам доброго!